Доброе утро! Продолжаем просыпаться вместе с нами. Альбин Мухамбаев и Юрий Ашаев в Астрахани. Дорожные службы уже вовсю начали готовиться к зиме. Заморски подкрадываются, дорожники начинают закупаться реагентами песко-соляной смеси, а также готовят технику. Общая потребность в противогололёдных материалах в регионе составляет чуть более 55 тысяч тонн. 13 тысяч уже приобретено для дорог регионального назначения, почти 6 для обслуживания местных дорог. Теперь поговорим о технике. Коммунальные автомобили готовы к непогоде на 93%. А в муниципальном образовании города Астрахани этот показатель составляет 100%. 40 машин сейчас в принципе готовы поехать, но пока, слава богу, это не надо. Не то чтобы снега и дождя, собственно, мы ещё не видели. Кстати, в регионе ежегодно обслуживается более 6 тысяч километров дорог. Ещё один важный аспект подготовки к зиме – это, конечно же, отопление. Ну, дома Астраханцев, оно пришло в конце октября, но не ко всем или не в должном объёме. Как быть, если в вашем доме до сих пор холодно, куда обратиться? Поговорим об этом с Мариной Конниковой, экспертом в сфере ЖКХ. Марина Владимировна, доброе утро. Я думаю, что сейчас добрая такая часть астраханцев, которые так или иначе столкнулись с этим вопросом, к экранам примкнули, что делать? Отопление есть, но холодно в квартире. Ну, хорошо. Другой вопрос. Да, вот сразу дали отопление, да? Значит, если кому-то дали, а кому-то не дали отопление, ну, первое, это в вашем доме у других есть ещё отопление? Ну, можно же в конце концов спросить у соседа? Ну, напротив даже соседа спросить уже станет ясно. Если у него нет, то, понятно, скорее всего, во всем доме нет. Вы уже для себя эту информацию будете получили. Первым делом нужно обращаться всё-таки в управляющую организацию свою или в ТСЖ. То есть очень просто. У вас есть книжка, по которой, по квитанции, по которой вы платите, нам указано, кто управляющая организация или ТСЖ. Вы туда звоните и говорите, что в вашей квартире нет отопления. Ещё одна странность у нас иногда возникает. Вот я говорю, у меня дома холодно, у меня ещё нет отопления, трогаю батареи, они еле тёплые. Простите, но это уже дали отопление. То есть качество отопления, конечно, не то, какое бы нам хотелось, и какое по нормативу должно быть. Как бы это есть. Да, 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 совершенно верно. Поэтому мы должны сами-таки грамотно говорить, да? Мы должны говорить, что, значит, либо холодные ледяные батареи, то есть у меня в квартире нет отопления, поэтому я хочу выяснить, почему. Пришлите своего специалиста. Сразу хочу предупредить, когда вы звоните управляющей организации или в любую другую инстанцию, вы попросите представиться диспетчера. Это диспетчер, он обязан представиться, он обязан сказать, кто это. Он должен сказать, что он занёс вас в журнал, в котором время назначено. То есть вы, например, звоните 9.30, он говорит 9.30, позвонила квартира такая-то с жалобой на отсутствие отопления. Вас зафиксировали, дальше вы говорите, когда придёт специалист. Потому что очень важный момент – заактировать это. Понимаете, потом доказывать, что вы звонили, ведь многие звонят. Есть люди отдельные, которые говорят, не, я не доверяю телефону, я пойду и напишу заявление, причём прошу, чтобы они мне обратно подписали, и у меня на руках будет бумага. Это очень хороший вариант. Но не всех есть возможности, и не всем могут быть. Чтобы потом свести концы, нужно начинать правильно вести. Абсолютно верно. Ну, первое, чтобы добиться вообще чего-то, то, чтобы изменение ситуации, нужно фиксировать факт. Второй момент, нам нужно будет с вами, если нам нужен будет перерасчёт. Нет отопления несколько дней, а я буду платить. Мне выставить счета и скажут, что плати за это. Потом доказывать, что не было отопления при отсутствии моих жалоб, при отсутствии акта, вы сами понимаете, будет очень тяжело. 15 октября дата запуска. Обычное. Обычное отопление в этом году, но у меня тепло позже пришло. Вот вы знаете, мы стандартами, как раньше говорим, это было постсоветское пространство, у нас было определенное число, и давали в динозе. А сейчас совершенно не так. Мы с вами должны быть уже грамотными людьми, мы должны знать, на какой документ мы должны ссылаться и говорить, когда же всё это включает отопление. Есть такой волшебный документ, абсолютно верно, есть волшебный документ, 354-е постановление правительства. Вот если я хочу добиться своих прав в отношении отопления, холодной воды, вообще услуг любих, которые мне дают, я всё-таки должна туда обращаться. Ну, тем более, мне кажется, мы сейчас все уже в интернете, да, и нетрудно найти это постановление. Так вот, 354-й, весь пятый пункт, в котором чутко совершенно прописано. Если в течение, как сказала, в течение пяти дней у нас держится среднесупочная 8 градусов, то тогда мы с вами включаем... Снимаем, вернее, извините, отдаёт распоряжение глава, да. Ну, за исключением больницы, сады и школы, но, тем не менее, у меня вообще, знаете, вопрос практически личный, но конкретно меня не касающийся. Есть дом в Астрахани? Так, предположим. Есть отопление? Отопление дают, но на протяжении около пяти лет батареи, ну, не ледяные, но такие, знаете, еле тёплые. Но тут вопрос в другом, что дом, у дома нет ни ДСЖ, нет ни управляющей компании. Котельник, который обслуживает этот дом, просит, естественно, какую-то организацию вышестоящую или объединиться с жителей, но нет такой организации. Вот что таким делать с брошенком, который не себе, не к управляющей компании, а батареи еле тёплые? Ну, у меня следующий вопрос к этим брошенкам. А деньги-то они куда-то платят, если я, простите, живу в этом доме, и я плачу в эту ресурсно-соснабжающую организацию, как вы говорите, да, я им плачу деньги. Причём мы знаем, что отопление очень серьёзная сумма. И я им же и выставляю претензии. Друзья мои, у меня нет отопления, да, должного. Но единственное, что сразу хочу сказать, у нас люди очень часто говорят, у меня еле тёплые батареи, и вообще у меня вода в батареях очень тёплая. И если так говорить, ребят, мы же не измеряем воду в батареях. Хотя это возможно, но это не нами будет делать. Экспертами надо делать, да, и всё это очень серьёзно. А мы с вами измеряем температуру воздуха в квартире. И вот если они измеряют, у них меньше 18 градусов... 14. Значит, они должны писать претензии именно в эту организацию, в которую они платят деньги. Я говорю утрированно, понятно, да, совсем просто, чтобы было понятно. Потому что мне оказывают услуги. В этих услугах предусмотрено, что выполнение закона должно быть. Вы должны мне указать такую услугу, чтобы у меня было 18 градусов. А дальше с кем вы будете соревноваться? Я мне не волну, с управляющей организацией, с ТСЖ, или вам не с кем соревноваться. Выставляйте, что мы с этой страной делаем неправильно, да, почему у нас это получается. То есть первое, это написать претензию в эту организацию. Куда платят, туда и пишут. Совершенно верно, совершенно верно. Если эта организация бездействует, не пришла комиссия, не пришел специалист, не измерили температуру, не составили акт, то есть вообще просто не игнорируют наше с вами обращение, мы с вами, конечно же, пишем дальше. Пишем, у нас есть служба жилищного надзора, у нас есть прокуратура, то есть у нас есть контрольно-надзорные органы, которые серьезно этим занимаются. Марина Владимировна, спасибо огромное. Спасибо огромное. Ну, я узнал, узнал. Ну, у тебя дома тепло? Нет. Правда? Прохладно. У нас дома Ташкент, поверьте, всю жизнь так было. Как только дают отопление, мы поменяли батареи, и везде выключаем этот поток горячей воды, как правильно или неправильно это говорить, и откроем окошки. Спите спокойно в прохладе. Спасибо огромное. Я тоже, когда вы спросили о перетопе, да. И еще мы все-таки зря не сказали о том, что... Так мы можем продолжить говорить, да. Я тебе сейчас скажу, подумайте, на что мы говорим, что не 15-го, а когда 8 градусов, 8 градусов-то не было, понимаете? А почему все-таки включили? Потому что народ начал жаловаться. Да, ну это нет. Я, понимаете, если мы будем жаловаться, один будет жаловаться, мне холодно, другой у меня. Мы с вами так сейчас будем кричать, что у нас жарко. Зачем включили? Наши деньги расходуются. Меня, например, стоит общий налогоприбор учат. Нет, не в этом дело. Есть шанс у местной власти, у региональной, включить раньше. Но для этого должны быть объективные, серьезные причины. У нас с вами эпидемиологическая обстановка. У нас с вами сейчас гриппозное состояние. Ну, я же не говорю про коронавирус и так далее. Но много, большое количество простудных заболеваний, люди с температурой и так далее. То есть вот эту вот справку дают, и понятно, что нужно включить. Только в таких обстоятельствах включать. Но у нас, несмотря на то, что очень-очень жарко дома, в связи с тем, что дали отопление, без него было холодно. Абсолютно верно. Вот в чем вопрос. Поэтому все правильно, что включили. И мы тоже рады. Юр, все включили, а тебе нет. Не включили холодно. Доброе утро. Доброе утро. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова